Я хочу вас попросить представить такую ситуацию, когда через 10 лет появился некий город, в котором ездят электроавтомобили. По-моему, ничего футурологического я даже еще пока не сказал. Хотел спросить вас вопрос, как вы думаете, какой из российских городов может претендовать на такое звание этих городов? И каким вообще этот город должен быть, чтобы среда электромобилей вошла в него максимально эффективно быстро? Два города приходят сразу. На Ум, Тольятти и Чебоксары. А с этим городом? Причины простые. Во-первых, рядом должна быть вода, город должен быть молодой, развивающийся и должны быть энергичные люди, которые будут способствовать внедрению чего-то нового. Я чувствую, что в Тольятти, потому что там много нахожусь, он мне таким кажется. А Чебоксары я полюбил, мне кажется, именно за это. Вы предусхитили мой второй вопрос. Но вначале я попытаюсь проэкламировать свой город, стоя с точки зрения, что действительно, попытавшись проанализировать 1100 городов России и выделив оптимальные с точки зрения электромобилей города, пахал местности даже по наличию воды, как вы сказали, по наличию гидроэлектростанций, по наличию энергетического кластера, у нас там специалисты сильные в энергетике есть, по наличию даже химпрома и даже электробатареек и солнечных батареек. На самом деле у нас такое-то уже есть. И вот вопрос очень интересно складывается, что ведь технологии-то уже сегодня обеспечивают эти возможности, но нет опыта в создании инфраструктуры городской для приемки, для того, чтобы город вошел в... Чтобы вот эта парадигма электромобилей стала нормой ежедневного дня. Вот. А есть ли такой опыт вообще европейский, есть ли опыт российский, и готов ли, например, ну, автоваз или вообще производители на такой опыт идти? Почему я спрашиваю? Потому что я мимоходом слышу, Вольво там и запустил у себя в городе, ездит по городу 10 автомобилей, они подтестируют. Вот нету ли такой постановки задачи, чтобы начать тестировать главный вопрос создания среды? Потому что вопросы же вылезут. На самом деле вопрос очень сложный, и вряд ли мы его сможем обсудить в рамках вот такого вот обсуждения дружеского. Дело в том, что, безусловно, идея здравая развития электромобилей, но есть очень много ограничений, вы правильно сказали об этом. И первое ограничение — это инфраструктура. Плюс, если мы говорим про Россию, то у нас особенные климатические условия, и мы считаем, что более половины, в среднем, для Российской Федерации более половины года — это зимние условия. Это очень сложные условия для, как раз, электрических батарей. И это, безусловно, такой сдерживающий фактор для нас с точки зрения развития электромобилей. Вот мысль по древу расползается, но дело в том, что если мы посмотрим на мир с точки зрения развития электромобилей, то доля электромобилей в общем объеме в пускай махатуре очень мизерная. Несмотря на то, что практически все мировые концерны сейчас заняты разработкой своих электромобилей. И это Европа, и это мир. То есть даже там мы видим большие ограничения с точки зрения расстояния, с точки зрения развития инфраструктуры, потому что сегодня это огромный кластер, который нужно развивать с самого начала. Это и производство новых анодных готовых материалов, это производство микбатарей, это улучшение их характеристик с точки зрения количества перезарядов и времени заряда, это развитие сети электрозаправочных станций, где можно подъехать и быстро зарядиться в автомобиль. Это вопрос сохранения утилизации и автомобилей, и самих батарей. То есть вопросов на самом деле очень много. И я говорю, что это вопросы, которые даже там пока стоят, а у нас плюс еще сложные климатические условия. Тем не менее, мы тоже как автомобильная компания, мы идем, ну или так скажем, стараемся идти много со временем. У нас есть разработки в области электромобилей. И вот буквально недавно мы представили Калину с электроприводом. Но сказать, что я вижу будущее в перспективе 5-10 лет для бурного развития электромобиля, нет, точно не вижу. В перспективе, может быть, 20-30 лет, да, вижу. Но с точки зрения доли, доля будет пока незначительная. Незначительная это вот, на мой взгляд, до 10-15%. Я вас услышал, вопрос, в любом случае, это вопрос горизонта времени обсуждения. То есть я, предположим, там, в иллюзиях или в эйфориях 10 лет, вы там из прагматики смотрите там 30 лет. Это вопрос обсуждаемый, понятно. А вот вы уже обозначили, что технологические вещи, связанные с аккумулятором, с электромотором, они быстрее разовьются, скажем так. То есть тот же аккумулятор, который быстро заряжается и долго разряжается, он появится не сегодня и, может, не через 10 лет, но через 5 лет понятно будет. А вот вопрос с инфраструктурой, он опять-таки остается открытым, потому что мы понимаем, что это ломает всю парадигму взаимоотношения городской среды. Это новое вообще что-то, которое не было в истории даже. И вот, короче, называется так. Давайте попробуем первый шаг сделать, возьмем эти электромобили, да, какие-то там 5-6 штук и начнем их катать. Выберем этот город какой-то, да. Это, во-первых, большой фан и большой экспириенс для тех молодых людей, которые не на словах, а на деле начинают в эту игру включаться. Любой бизнес, это в первую очередь, наверное, игра и горящие глаза. А тем более такая область, как электромобилестроение, потому что чем она там через 10 лет закончится, никто не знает, действительно, все реалисты. Но почему, например, тот же самый мой любимый город Чапоксары не сделать стартовой площадкой для этого? Вопрос не только к вам, как к руководителю. Мы сейчас не об этом говорим, мы сейчас на одинаковой горизонтальной плоскости, как к эксперту больше обращаюсь. Потому что это не единичное событие. У нас приезжала команда из Европы, которая собрала электромобили, она окутывала весь мир. И она сюда, в Чапоксары, приехала. Самый удивительный фактор. Они приехали и обрадовались. Они в розетку в центре залива воткнулись. Они спокойно час побеседовали, вытащили розетку. И через час уже, ну, полтора часа были в Казани. Ну, расстояние здесь удивительное. Нижний 250, а 150 Казань. Я же карал еще 100 километров. Но это как бы все равно дальнее расстояние для электромобилей. Но сам город очень компактный для... Бредрасположен для развития. Да, да, да. Я как бы с одной стороны проталкиваю, но в то же время я хочу от вас и получить какое-то экспертное мнение и сказать. Ну, да, эта идея имеет значение. Не обязательно эти боксары должны даже быть. Но вот какой-то опыт по накоплению работы инфраструктуры электромобилей, он, мне кажется, должен уже начинаться. Потому что мэр у нас, вы посмотрели, готов, он слышит, он встречается со мной, с нами, встречается. Он готов на эти вещи идти. Он даже пересел в прошлом году на велосипед, пересел. Это достаточно удивительно для российской действительности тоже дело. Мэр Талет, я не знаю, ездит на... Сомневаюсь. Да. А у нас вот вылез, и что получилось? Он и волны начали расходиться от этого мероприятия. Зам, конечно, как же он может не на велосипеде. Ну и люди начали подтягиваться. Я уже сам больше начал, наверное, говорить. Вот я тоже про это хотел сказать, что может вредом... Давайте. Дело в том, что, безусловно, это вопрос менталитета. Вопрос менталитета, опять же, не только у нас, даже в Европе, который более прогрессивный, а с точки зрения внедрения новых технологий, новых продуктов, ну, какого-то другого, может быть, не такого зашелинного взгляда данной вещи. И тут позиция региона, города, руководителя региона, она очень важна. Потому что своим примером, безусловно, можно людей заражать. В рамках маленькой компании, большой, большого объединения региона, города и так далее. Наверное, все можно сделать. Мне нравится тезис, что нет, ничего невозможного. Все просто зависит от желания конкретных людей, которые или готовы это делать, или не готовы это делать, или готовы поддерживать, или не готовы. Будет желание, будет и продукт, будет и инфраструктура, будут и люди, которые будут готовы садиться и ехать. И в этом случае мне очень импонирует идея Стива Джобса. Несмотря на то, что он ушел, я думаю, что он с каждым человеком незримо присутствует в виде качества, которую он придумал. При том, что ведь в чем была его идея? Не нужно ориентироваться на мнение людей, на их желание, на то, что они хотят. Угадать невозможно. Нужно создавать ценности, которые... Создавать устройства, создавать привычки, создавать продукт, который полюбит любой, независимо от того, что он делает сегодня. И вот я думаю, что электромобиль это из этой темы. Абсолютно. Потому что это новые ощущения, которые мы даже не можем спрогнозировать. Никто не представлял, что тот же самый телефон, что можно общаться в рамках интерфейса нажатием или перемещением каким-то пальцами. Ну, а я думаю, что 10 лет назад, в принципе, 20 лет назад никто не представлял, что мы будем перекладывать что-то к уху, находясь, и не понимая, как, в принципе, сигнал будет передаваться. А уж что такое видеосвязь, и это вообще было что-то из такой очень дальней муторологии. Поэтому сегодня это норма, мы теперь не представляем, как можно без этого жить. И самая суть, когда сталкивается человек, не в том, что это устройство он получает. Устройство получает, технология позволяет, нет опыта использования. То есть та же самая видеоконференц-связь, да? Человек понимает ее опыты, понимает ее преимущества, но не может быстро переключиться в один день, сделать это нормой жизни. Срабатывают, ну... Привычки, стереотипы, и потому что мы всегда так делаем. Да, совершенно верно.